всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич девочки кто меня смотрит видел что я слава богу закончила свои лилии для рукодельницы мне очень понравилось их вышивать я уже свои впечатления вам рассказывала но так как у меня сейчас времени на вышивку совсем совсем мало мы переехали в новый дом и работой новый дом в общем все требует времени поэтому вышивка у меня вообще ушла и даже не на второй план она 3 5 10 не знаю на какой но потихонечку я все равно вышиваю и после лилии я решила все-таки продолжить мою цветочную тему видите что я тут достала свои розочки посмотреть заодно и вспомнить на каком этапе я остановилась в принципе работа тут достаточно еще но все равно мне кажется что я успела высвать достаточно большой кусок и эти розы на 14 канве она такая дырявая хоть цвет мне очень нравится но канва сама очень рыхлая поэтому на ней вышивать ну скажем и легко и тяжело с одной стороны да но не важно то есть я решила что я сейчас буду продолжать вышивать свои розочки когда у меня есть время я буду посвящать именно свое свободное время этим прекрасным цветочкам сейчас вам покажу схему посмотрим на каком этапе я потому что я на самом деле сама уже забыла на каком этапе я и что я вышел и где я вышел в общем забыла сама все ну ладно давайте сейчас посмотрим по схеме и так как я понимаю я сейчас нахожусь на какой части вот вот этот цветочек у меня отшит и вот эта часть вот 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 она даже у меня таким карандашиком отмечено то есть вот эта часть то есть вы видите что ну и наверх не еще идти и сюда еще до хренище если честно работы то есть по низу меня вот вышиты вот эти две дощечки всего лишь до то есть ну вот да вот все вот еще 2 и наверх и сюда и наверх в общем много работы еще много то есть у меня вот до сих пор выше то то есть вот это вся часть мне надо вышивать но ничего глаза боятся руки делают потихонечку полигонечку также как я вот свои лилии тихим сапом но продвинула но здесь я говорю такие зашивки большими кусками вы видите поэтому смело можно вышивать и так я приступаю и не знаю через какое-то время вам покажу когда будет какой-то результат может это пройдет два дня может быть это пройдет неделя может быть пройдет один день не знаю покажу вам что я успела вышить еще раз показываю вам на каком этапе я остановилась вот эти мои дощечки и вот наверх розочки все концентрируясь на розочках приступаю подключусь возможность вам что-то показать и так приступаю девочки мои хорошие всем привет я продолжаю вышивать потихонечку свою розочку на заборе и смотрите мне кажется что за пару денечков я тут пару дней вам не показывала но я вышла достаточно много у меня в принципе практически готова вся роза я начала если вы помните вот вышивать вот эти темные ну как контур как я обычно люблю делать да то есть обозначиваю контур и потом начинаю заполнять серединку так что вот я серединочку почти уже заполнила здесь на самом деле где-то четыре таких разных бежевых оттенков тут так и незаметно но вернее когда ты смотришь через камеру то видишь что это разные цвета но так как я вышиваю уже после обеда после того как я прихожу с работы вечером то мне конечно это немножко тяжеловато вышивать и ну потому что не так контрастно да и конечно бы хотелось наверное вышивать более темными такими цветами было бы быстрее но ничего я все таки хочу заполнить тут у меня не так много осталось пустот вы видите вот по контуру и вот здесь чуть-чуть здесь какие какой-то один цвет я беру по цветам вышиваю да вот здесь немножечко заполнить и у меня еще сейчас вам покажу еще вот эта розочка вот здесь вот у меня кусочек вот он не зашит наверно какой-то один цвет остался и я его и тут пару крестиков в общем я наверное как-то пропустила в общем я такие вот все места люблю знаете люблю зашивать сразу и вот здесь одиночные то с ней их надо под подчистить в общем чтобы вот эта вот вся часть моя со всеми вот этими пробелами была бы уже заполнена да здесь есть такие вот места вот допустим где-то вот вот здесь это вот так оно есть и вот здесь да на самом деле вот вы видите ниточка вот здесь да на самом деле мне не нравятся вот такие пробелы я не знаю здесь есть пробелы которые я не должна заполнять но если честно я буду смотреть и может быть когда уже работа будет готова я скорее всего что буду заполнять потому что мне такие пробелы не нравится у меня такое чувство что здесь что-то не дошито я перепроверяла но вот это так должно быть да допустим вот это вот это но я не знаю мне не нравится вот честно вам скажу не нравится ну ладно посмотрим давайте сейчас еще раз приближу то место которое я вышиваю это вот моя розочка любимая ну и все вот когда ее уже закончу заполню полностью тогда вам уже покажу но я думаю что еще пройдет пару денечков в общем у меня получается такая вышивальная неделя с розочкой но посмотрим какая следующая неделя будет ли я буду продолжать эти розы а может быть я возьму и повышевая неделю ромашку для разнообразия но и для того чтобы продвинуть тоже процесса все двигать потихонечку потому что я очень много пару месяцев наверное два а то и три месяца я совсем не вышивала и мне хочется попродвигать конечно все процессы более того мне хочется начать что-то новенькое мне прямо ручки чешутся но посмотрим что будет и как будет все девочки встретимся с вами через секундочку девочки закончилась моя вышивальная неделя показываю вам результат в общем то я хотела вышить всю розочку но я ее практически вышел у меня осталось не зашитая вы знаете вот здесь вот немножко зона такая да а почему потому что у меня закончились вы видите вот эти ниточки так как этот набор старый раритетный приоритетный эти ниточки в наборе были просто нормальный как в намотке да в обыкновенной как мулине продают и мне надо в общем их под рукой у меня нету мне надо лезть в коробку я еще не разобрала свои все эти вышивальные причиндалы после переезда и мне надо лезть коробку искать где мои эти ниточки лежат и мне сейчас как-то на это не хотелось тратить время поэтому я вышила все что можно было этими ниточками которые у меня были и я даже вот пошла вы видите вот этот зеленый кусочек вот здесь в общем что-то я вот здесь еще повышевала здесь тоже вот те же нитки которых у меня нет вот здесь я какие-то закрыла клеточки одиночные да вот это тоже цвет такой же который здесь в общем которого у меня нету сейчас под рукой но он есть конечно надо мне только полезть полазить по коробкам по сусекам поскрести может что-то и на скребу да но мне нравится что получается смотрите какая огромная такая объемная роза да и вообще нету нет ни намека на бэк но объем очень хорошо передан и вы знаете хочу вам сказать вот смотрите казалось бы так и такая легкая до розочка сколько вот эта серединка вот она вышивается вот этой вот палитры здесь белые вот эти светлые молочные бежевые да то есть тут практически переходы такие городе градиент такой что вечером я даже не вижу разницы да а вот сейчас пока еще есть дневной свет я вам показываю смотрите как в общем то здорово получается да вот такой вот у меня кусочек вышит на сегодняшний момент сейчас начало июля я не знаю либо я буду продолжать следующую неделю вышивать розы либо я посмотрю может быть я возьму ромашки что-то мне ромашки тоже захотелось повышевать по продвигать а то давно я их уже в руки не брала несколько месяцев но принципе мне очень нравится смотрите какая красивая палитра и на этой беже на такой персиковой конве просто замечательно выглядит я очень довольна на результатом вот мне нравится что я вижу прямо объем хотя вроде бы вот смотрите даже здесь вот такие переходы на листиках такие знаете под как наши бабушки вышивали правда вот такие грубоватые да но в этом вся и прелесть вот в этом вся и прелесть то есть это выглядит именно вот как вам сказать вот как старинная работа такая да раритетная мне очень нравится но впереди у меня еще розовые розы если вы помните у меня же есть второй парный сюжет к этим розочкам но я уж не знаю когда я их начну вышивать вышивать вообще они легко на самом деле поэтому никакой сложности особо нет но не знаю просто нехватка времени правильно сейчас снимаю сейчас переехали же мы в центр можно сказать так здесь машины теперь столько посторонних звуков мне прямо надо урывками включать камеру отключать камеру и снимать и вам что-то рассказывать потому что машины так и шлиндруют туда-сюда ладно девочки мои дорогие все закончилась эта неделя спасибо что вы были со мной спасибо что вы меня смотрите что вы меня поддерживаете как всегда кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и всем пока пока чао чао